Один из судей нарушил правила при оценивании Камилы Валиевой на чемпионате России. Фигуристка стала бронзовым призером турнира, в произвольной программе она упала с четверного тулупа. Судья Святослава Бабенко поставил Валиевой 9,75 за компоненты «Композиция». Согласно правилам, при серьезных ошибках, влияющих на целостность программы, к которым относятся падения, оценка за любой из компонентов не может быть выше 9,50. Мария Талалакина отреагировала на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, заявившей во время проката спортсменки на чемпионате России, что на турнирах нужно ввести контрольное взвешивание. «Слова Тарасова о лишнем весе? Я и сама это знаю. Я пыталась всеми способами неизвестными скинуть вес. У меня вроде и получилось, но потом все назад. И я просто старалась хотя бы этот вес держать, в котором я могу тренироваться», — приводит слова Талалакиной Матч ТВ. Напомним, на чемпионате России 1024 Талалакина в итоге стала предпоследней, 17-й, получив по сумме двух программ 169,80 баллов. Елена Родионова отметила бойцовские качества Камилы Валиевой. Даже если смотреть стартовый контент, то Петросян — понятное дело, если все делает, то выигрывает — это математика. Но Камила молодец, что вообще сейчас катается, потому что девочки, которые с ней на Олимпиаде были, не выходят на соревнования, а она находит себе силы кататься и катается на высоком уровне. Хотя у нее сейчас и не очень легкий период. Но думаю, она справится со всеми сложностями, потому что Камила в своей натуре — боец, — сказала бронзовый придер в чемпионате мира 2015. Посмотреть выступление девушек вы можете в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. Аделия Петросян стала чемпионкой России в Челябинске, победив в соревнованиях. Ученица Этери Тутберидзе, несмотря на падение сквотфлипа, впечатлила двумя четверными тулупами и опередила Софью Муравьеву на 7,13 балла. Воспитанница Евгения Плющенко после предыдущей неудачи наконец-то порадовала зрителей тройным акселем, оставив Камилу Валиеву на третьем месте. Олимпическая чемпионка, лидировавшая после короткой программы, не смогла исполнить ульт России. Соревнования в Челябинске завершили выступление МИ-женщин, где произошла настоящая сенсация. Камила Валиева не смогла вернуть титул чемпионки России, уступив своей одногруппнице и также ученице Этери Тутберидзе. Великолепная производительность Аделия Петросян, включая Триквада, принесла ей золото. Для Камилы Валиева это было особенно обидно, поскольку вдобавок воспитанница Евгения Плющенко продемонстрировала мастер-класс и впервые взошла на пьедестал национального турнира, опередив Камилу. Майя Хромых вновь провалила свой прокат, падая с двух тройных прыжков. Ученица Этери Тутберидзе столкнулась с проблемами из-за лишнего веса и значительного роста, что затрудняло ей выполнение прыжков. Татьяна Тарасова в прямом эфире канала высказала свои замечания, отметив лишний вес и посоветовав Хромых пропустить год. Тарасова критиковала Хромых, называя ее чемпионкой по падениям и выражая сожаление о ее выступлении. Майя Хромых не смогла получить высокие баллы от судей из-за ошибок в выступлении, заработав всего 95 и 90 баллов с шестью штрафными баллами и общим результатом 164 и 30 баллов. А обозреватель RT Елена Вайцеховская обратила внимание на то, что арбитры должны были поставить Хромых еще более низкие баллы. Оценка за компоненты Майи 61-33 при технике 40-57 и при том, что человек, что называется, со льда не встал. Прямая рекомендация к тому, чтобы всю линейку судей объявить профнепригодными и отправить их чистить снег вокруг трактора. Да, я понимаю, что так принято. Да, я в курсе, что это компоненты не спортсменки, а ее тренеру. Но самим-то перед другими тренерами и спортсменками неужели не стыдно? Написала Вайцеховская в телеграм-канале. Алина Горбачева великолепно выполнила квад с Альхов на разминке, но во время проката произошла бабочка. Из-за степаута один из каскатов был заминусован. Однако она все равно обошла Дарью Садкову по сумме оценок на 0,22 балла. Горбачева выразила сожаление по поводу ошибок в своем выступлении, особенно отметив бабочку, которая произошла из-за недостаточной концентрации. Она заявила, что хотела делать четверной чисто, но не хватило уверенности. Она обещает извлечь уроки из этого опыта и постараться больше не допускать подобных ошибок. Шестерка сильнейших фигуристок начала выступление с Анной Фроловой, Вероникой Еметовой и Ксенией Синицыной. Все три девушки представляли чистые и яркие программы, порадовав болельщиков. Особное тепло в Челябинске приняли представительницу Свердловской области, которая выступала под аплодисменты зрителей. Однако медали для них были вряд ли возможны, так как у них отсутствуют элементы ультра-россии. Ксения Синицына продемонстрировала впечатляющую латину, удачно приземлив все прыжки и выделившись на хореографических элементах. Ее выступление принесло 148,60 балла и общий результат составил 223,81 балла. Ксения Синицына оценила выступление на чемпионате России в Челябинске. Радость, конечно, что соревнования закончены. Смело можно праздновать Новый год. Для меня четвертое место, как первое сейчас. Я очень рада своему результату. Все девочки сильные, и в такой конкуренции почетно занимать такое место. Мои все цели были выполнены. Теперь можно смело вступать во вторую половину сезона, сказала Синицына. Тем не менее, борьба за медали была крайне напряженной, и три спортсменки, включая Муравьеву, не собирались делать грубых ошибок. Наконец-то Муравьева смогла успешно откатать свою программу без падений, впервые успешно выполнив тройной аксель, который ей не удавался ранее. Софья Муравьева поразила зрителей своим эмоциональным выступлением, доведя их до слез. Во второй раз, выступая на чемпионате России, ученица Евгения Плющенко успешно исполнила великолепную тройную аксель, включив в него двойной тулуп. Она решила не рисковать повторением ультрасложного элемента, делая ставку на безупречность исполнения. Было видно, что у фигуристки не достает некоторой физической силы, так как процесс восстановления идет полным ходом, но она справилась, выполнив все элементы, включая сложные каскады во второй половине программы. Судьи впечатлены выступлением Муравьевой и присудили ей 161,07 балла. Итоговый результат составил 239,40. Однако этого оказалось недостаточно для победы. Аделия Петросян впечатлила зрителей еще более захватывающим выступлением. Аделия представила нежную композицию «Февраль», начав выступление с падения на четверном флипе. Это не сбило фигуристку с толку, а наоборот подстегнул ее спортивный азарт. Затем дважды великолепно справилась с четверными тулупами, один из которых был в каскаде с двойным, после чего легко и элегантно выполнила все остальные элементы. Петросян не допустила больше никаких ошибок, каждое ее движение было точным и элегантным. Как результат, Аделия заработала 167,47 балла, занимая лидирующую позицию в общем зачете с отрывом 7,13 балла от ученицы Евгении Плющенко. «За это падение с флип я бы даже поставила плюс, потому что никто больше не пробует», — сказала Татьяна Тарасова, отметив сложность технического набора спортсменки и похвалив ее за смелость. За смелость и отвагу Аделия ее общий результат за две программы составил 246,53 балла. В заключительном выступлении, как всегда, на лед вышла Камила Валиева. К сожалению, чудо ей не удалось. Кват-тулуп олимпийской чемпионки так и не удалось осуществить, и она вновь выпала при его выполнении. Все остальные элементы Камила исполнила на высоком уровне, хотя было видно, что ей трудно было справиться с завершением программы. Воспитанница Хрустального показала свою яркую черную пантеру и была безупречна в образе дикой черной кошки. Ее выступление — настоящее произведение искусства. Тем не менее, сама фигуристка была недовольна собой. После проката Камила сморщилась и покачала головой. В результате, естественным образом, Камила осталась на третьем месте, уступив Муравьевой и Петросян. Четверной тулуп ей был очень нужен. Она его делает прекрасно. У нее огромный прыжок, даже при том, что она сейчас выросла и вес другой. Она делает его прекрасно, но программа без четверного, без акселя, 3,5 оборота. Хорошая программа. Дальше она сделала все, что у нее было в программе. Тяжело каталась, но дальше будет легче, отметила Тарасова. Сама Камила Валиева не собирается опускать руки и, общаясь с журналистами, пообещала продолжить радовать своих болельщиков в следующем сезоне. Согласно словам спортсменки, ее кумиром является Елизавета Туктамышева. На моем первом чемпионате России, помню, она сказала, это для меня 12-й или 13-й турнир, а я думаю, мне столько лет, сколько у нее было первен в стране. Все, что могла, сделала. Это было, правда, не очень, но есть свои трудности. И рост, и вес бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило меня, добавила фигуристка.